Скорейшее возвращение области к нормальной жизни. Это главная задача, которую поставил губернатор на штабе по комплексному развитию региона. Сергей Морозов вернулся после трех недель больничного. Пандемия коронавируса продолжает оставаться на первом месте. Но с 5 января уже наметилась положительная динамика. По вылечившимся заболевшим Ульяновская область находится в группе лидеров в Приволжском федеральном округе, находясь на втором месте. Кредит так для, что называется, ничего личного, но с другой стороны для гордости за Ульяновскую область. Кто бы что ни говорил. Мы вторые в Приволжском федеральном округе по количеству выздоровевших людей. Существенно больше у нас, чем в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе свободного коечного фонда. В настоящее время в числе главных задач проведение массовой вакцинации. До 31 января в область должно поступить почти 19 тысяч вакцин. Сейчас в регионе находится чуть меньше 6,5 тысячи доз. Вакцинацию прошли почти 4 тысячи человек. И почти тысячи уже привились двумя комплектами. Как только вакцин будет в достаточном количестве, мы увеличим количество мобильных бригад, которые будут вакцинировать. И, естественно, откроем большее количество пунктов вакцинации. Это будет в каждом муниципальном районе. Губернатор поручил главам муниципалитетов готовить всю необходимую инфраструктуру для доставки и получения вакцин. Все при клинике до конца января должны быть оборудованы станциями АТС. А сеть центров реабилитации, переоболевших коронавирусом, расширится. Сергей Морозов дал поручение открыть подобное учреждение на базе одного из профилакторий в Димитровграде. Одновременно Ульяновская область стала одним из первых регионов, где началось снятие противовирусных ограничений. Они вступили в силу с 25 января. У нас с сегодняшнего дня режим самоизоляции граждан, так называемый групп риска, это свыше 65 лет, а также больных хронических заболеваниями, носит рекомендательный характер. Безусловно, это не значит, что призываем их, этих граждан, вести обычную такую жизнь, как и была. Конечно, огромная просьба воздержаться и не посещать мест массового скопления граждан. Допустимое количество зрителей на спортивных и развлекательных мероприятиях увеличится с 30 до 50%. Возобновляется работа детских игровых комнат и площадок. До 10 человек могут присутствовать на росписи в ЗАГСе. Сняты ограничения на проведение банкетов, корпоративов и торжеств. А работа учреждения общепита продлена с 22 до 23 часов. Вместе с тем следить за выполнением оставшихся ограничений будут еще строже. И сам режим повышенной готовности не снят, а продлен до конца февраля. Губернатор обратил внимание на еще одну важную проблему. Города и села продолжают оставаться нечищенными после прошедших снегопадов. Димитровград, микрорайоны Репина и Опытное поле. Жалобы жителей на снежные заносы поступают главе области из многих точек на карте региона. Все превратилось в каток. Безобразные отношения глав администрации, как минимум, города Ульярск. Отсутствие реакции властей на запросы людей выливается в такие формы, как было на субботних митингах в Ульяновске. Губернатор отметил, чтобы этого не происходило, нужно оперативно реагировать на все возникающие проблемы. Мы же вот видели, с Юрием Павловичем мы на работе были, когда проходили в субботу акции. Начинаешь с людьми разговаривать, 99% пришли не из-за этого господина. А пришли просто выразить свое какое-то, знаете, вот некое такое негодование того, что целый ряд начальников разных уровней просто не обращают внимания на проблемы людей. Не обращают внимания на рост цен на продукты питания. Не обращают внимания вот на эти текущие водопроводы. Не обращают внимания на эти, так сказать, там, ледовые почти там стадионы на тротуарах. К мониторингу за ситуацией на улицах и дорогах привлекают общественности. Ситуации весь день равномерны. Где-то жалоб на снег много, где-то меньше. Тем не менее, у нас есть лидеры по обращениям. Это Чердоклинский район. За две недели к нашим инспекторам, то есть к нашему местную организацию, Палату справедливости, поступило более 30 обращений жителей Чердоклинского района, где они просили расчистить площадки возле школ, детских объектов различных, тротуары, переулки и так далее. Жалуются также на очереди в РИЦ. Губернатор выступил с предложением создания альтернативной структуры, которая будет принимать платежи от населения. Выход из этой ситуации на будущее первое, я уже сказал, это дистанционная плата, разнесение по времени и планирование похода в РИЦ. Люди планируют этот поход, несмотря ни на что. Это увеличение количества пунктов платежей. Сегодня такая задача РИЦу поставлена. Кроме новых пунктов платежей в системе РИЦ, создаются аналоговые организации при управляющих компаниях. Дополнительный центр также создан в новом городе. Егор Титов, Артем Куранов, Новости Улправда ТВ.